День. Школа психиатрии для всех. Занятие номер два. Блок ответов номер шесть. Вопрос номер один. Чем синдром отличается от симптома комплекса? Практически ничем, кроме того, что синдром это устойчивый, стабильный симптомы комплекс. Термин симптомы комплекс мы используем тогда, когда наблюдаем данного конкретного пациента и те симптомы, вот собственно симптомы комплекс, несколько симптомов, в синдром стабильность, стабильный синдром не укладываются. То есть мы имеем, допустим, признаки и апатии, и депрессии, и там деперсонализации. Симптомы комплекс. Если то, что мы имеем, все укладывается в апатико-абулический, то синдром. Поэтому, когда мы говорим о симптомах комплексы, мы говорим о наборе симптомов у данного конкретного пациента, когда мы говорим о синдроме, мы подразумеваем, что симптомы комплексы имеют стабильный классический вид. Второй вопрос. К какому типу расстройств, психотическому или непсихотическому, относятся расстройства в личности? С одной стороны, при них обычно нет грубых расстройств восприятия и нарушения сознания, с другой стороны, есть серьезные нарушения поведения и отсутствие или сильное снижение критики к своему состоянию. Вот яркий пример того, что просто деление психотическое и непсихотическое не всегда подходит. Если бы мы говорили старыми термины, подчеркиваю, старыми, устаревшими, мы бы говорили о малой психиатрии, лечении неврозов, то, что сейчас называется непсихотические расстройства, говорили бы о большой психиатрии, то, что занимается лечением психозов, устаревший термин психотических расстройств, современный термин, и о пограничной психиатрии, которая, собственно, и занимается расстройствами личности. Но на данный момент термин «пограничная психиатрия» очень сильно размыт, но и практически не используется. Поэтому вы совершенно правы, расстройства личности как раз-таки занимают промежуточное положение между психозами и неврозами, психотическими и непсихотическими расстройствами. Справедлива ли точка зрения, согласно которой психиатрия – это своего рода временная стоянка заболеваний с психоэмоциональными симптомами, неясной этиологией и патогенезом, а как только этиология и патогенез психического заболевания проясняются, оно переходит из психиатрии в неврологию, как, например, эпилепсия. А как, например, еще одно заболевание можете привести? Дело в том, что нет, это неправильно. Если эпилепсию перевели, передали неврологам, то это связано не с тем, что ее этиология стала известна. Собственно говоря, эпилепсию передали неврологам на моей памяти, а и до этого ее этиология тоже была известна. И, в общем-то, ничего такого вот кардинального, эти вот там 30-20 лет назад процесс занял определенное время, не произошло. Дело в том, что если мы говорим конкретно про эпилепсию, ее передали в неврологию в основном не из-за того, что стала яснее клиника или там этиология этого заболевания, а из-за того, что появление препаратов антиконвульсантов новых поколений практически свело, ну не свело на нет, но, по крайней мере, в значительнейшей степени снизило проявление психически этого заболевания. То есть я застал то время, когда эпилептика соответствовала описанию эпилепсии в старых учебниках психиатрии. То есть такой крайне вязкий, слащавый, умилительно сюсюкающий, в то же время крайне жестокий, неуравновешенный человек, который до миллиметра правильно расставляет все предметы. Если кто-то их сдвинет, он может просто за это убить, при том, что говорят там тапочечки, штанишечки и так далее и тому подобное. То есть вот таких эпилептиков, ну вот последние лет, наверное, 15 я уже не наблюдал вообще ни разу. Хотя, естественно, пациент с этим диагнозом все равно продолжает попадаться психиатрам на глаза. Сильно произошел значительный патоморфоз заболевания по мере появления новых препаратов, и, собственно говоря, психическая, психиатрическая компонента эпилепсии в значительной степени снизилась, ну не сказать, что исчезла, но и снизилась однозначно. И, собственно, там не требуются уже такие усилия психиатра, как раньше. Поэтому, собственно, в неврологию передали. По другим заболеваниям я не знаю, какие еще заболевания передали из психиатрии в неврологию за последнее время. Поэтому нет, это не временная стоянка, это совершенно стабильная, более того, стабильно растущая специальность по количеству и случаев заболеваний, и, собственно говоря, самих болезней. Мы, вон, только там разнообразные артерексии, различные новые варианты ипохондрии, типа киберхондрии. Так что растем и множимся, что называется. Вопрос номер четыре. Во многих публикациях пишут, что если у больного с шизофренией есть монозиготный близнец, то вероятность, что у близнеца тоже есть шизофрения, составляет 50-70%. Правильно ли на основании этого говорить, что шизофрения на 50-70% эндогенные расстройства и на 30-50% экзогенные или психогенные? И под вопрос психогенные и экзогенные факторы могут не только ускорить начало шизофрении, но и в сочетании с генетической предрасположенностью вызвать ее. То есть человек мог бы всю жизнь быть здоровым, если бы не пережил какую-то психотравму, попробовал наркотик, получилось трясение мозга. Значит, смотрите, ну насчет цифр, да, 50-70% риск развития шизофрении монозиготного близнеца, однояйцового близнеца, то есть полностью спадающего по генотипу. Цифры на самом деле действительно разные, потому что есть цифры, что до 50% тоже. Поэтому я бы все-таки не рассматривал шизофрению как генетически детерминированное заболевание. Я, вот вы используете термин, да, шизофрения на 50-70% эндогенные расстройства. Эндогенные расстройства это уже комбинация, это уже, это всегда комбинация и генетически наследуемого заболевания, и факторов, собственно, внутриутробного развития, и факторов раннего периода развития. Это все уже относится к эндогенному заболеванию. Здесь правильнее сказать было бы, что шизофрения там на 50%, поскольку мы говорим об абсолютно идентичном генотипе, генетическое заболевание, то есть заболевание определяемое генетикой. И на остальные 50% это, собственно, эндогенные заболевания, то есть комбинация различных факторов, то бишь превалирующие на сегодняшний день по-прежнему теорию стресс-диотеза. То есть диотез, это вот эти самые 50% генетически наследуемого материала и предрасположенности к заболеванию, и 50% внешних стрессовых факторов. Ну, не обязательно внешних, я еще раз говорю, что это еще и на периоде внутриутробного развития вполне вероятно. Вот. Вероятность того, что человек генетически может быть предрасположен, но не заболел бы, если бы не случилось что-нибудь, ну, она, конечно, теоретически существует, но практически очень сложно сказать, какого уровня стресс, и обязательный ли стресс должен произойти, чтобы развелось заболевание, потому что это может быть и инфекция, это может быть и действительно психогенное вы употребили, да, психический стресс, это может быть и неблагоприятные условия внешней среды, и в то же время уровень этого стресса, да, может и пребывание в концлагере не вызвать шизофрению, а, допустим, несчастливый брак вызвать. Поэтому здесь очень сложно однозначно ответить, но то, что да, если человек предрасположен к любому психическому заболеванию, к шизофрении, тем более, если у него отягощенный анамнез, то понятно, что уход за своей психикой должен быть более тщательным. Но, как уже неоднократно исследовали, даже вот эти 50%, которые теоретически, возможно, ну, можно относить в определенной степени к развитию шизофрении, потому что, опять-таки, монозиготные близнецы, пока они монозиготные зародыши, да, они идентичны. Как только они родились, у них уже разная жизнь. И, возможно, что уровень риска развития шизофрении может быть совершенно разным и не определяться вот этими только 50%. Пятое. В одной научно-популярной книге о неврозах, написанной где-то в 70-х годах, я читал, что неврозы возникают у людей, которые им подсознательно пытаются решить какие-то проблемы в своей жизни, и что с неврозами им якобы удобнее жить, по крайней мере, про истерию. Это писали. Насчет невроза, навязчивых в состоянии, не уверен. Еще читал высказывание одного психотерапевта, что УКР возникает из-за подсознательного конфликта желаемого и возможного, и что если этот конфликт решить, то УКР излечивается. Насколько такая фредийская точка зрения на этиологию неврозов распространена в современной психиатрии? Дело в том, что однозначно говорить о том, что этиология неврозов понятна и идентична. То есть, допустим, УКР имеет только такую этиологию и никакую иную. Мы не можем. Поэтому и вот эта фредийская, или психоаналитическая, все-таки правильнее было бы сказать, точка зрения, она, на мой взгляд, имеет право на существование. В Российской Федерации традиционно психоанализ недолюбливают и относятся к нему, ну, часть, особенно старых психиатров, как к лже-науке и так далее. Но, с другой стороны, действительно реально при работе грамотного, естественно, психоаналитика могут быть и положительные результаты. Я бы не исключал такую гипотезу, такую теорию развития невроза. Это, на мой взгляд, вполне вероятно. Но сказать, что это да, это однозначно, только так и никак иначе, безусловно, нельзя. Еще один, еще два дополнительных вопроса. Есть старая шутка. Если ты параноик, это еще не значит, что тебя никто не пытается убить. Так вот, если у человека имеются все признаки бреда, кроме несоответствия фабулы бреда, действительности, это все-таки бред? Например, алкоголик и бред ревности, при котором он наблюдает за какими-нибудь пылинками на столе, делают вывод, что ему изменяет жена, а при этом жена ему действительно изменяет. Опять-таки, правильно по сути формулировок, но неправильно по логике. Вопрос же не в том, что изменяет ему жена или не изменяет ему жена. Вопрос в том, на чем основано его заключение. Потому что, если его заключение основано на расположении пылинок на столе, именно поэтому жена ему изменяет, а не потому, что он видел, как она ему изменяет, или потому, что он получил какие-то однозначные подтверждения, биологические следы другого мужчины, условно говоря, на их постели, то тогда это все равно бред, даже если жена ему изменяет. Если человек подвергается, допустим, внешнему наблюдению стороны правоохранительных органов, но считает, что за ним следят марсиане, стыдят завладеть его мозгом, то это тоже бред. Поэтому нет, если даже за человеком следят, даже если ему изменяют, но его логические построения, хотя и приводят к тому же заключению, но совершенно вот таким кривым путем, то да, это все равно бред. То есть здесь вот этот вот критерий, хоть формально он и не соблюдается, но это не имеет никакого значения. Существует ли такое понятие, как гипногогические псевдогаллюцинации, то есть голоса при переходе от бодрствования ко сну, ну внутри головы надо понимать, звучащие мысли, внутренний голос, или это просто частный случай гипногогических галлюцинаций. То, что касается вариантов галлюцинаций, их огромное множество, то есть классификация просто чудовищная по своему объему. Если мы говорим о гипногогических галлюцинациях, да, могут быть гипногогические псевдогаллюцинации, это совершенно не исключено, но это не является чем-то вот таким эксвизитным. То есть да, вполне может быть гипногогическая псевдогаллюцинация. При этом человек, как правило, не находится в состоянии психоза. Ну и вообще, если уж на то пошло гипногогическая галлюцинация, галлюцинация в процессе засыпания, когда человек находится между сном и бодрствованием, и при этом еще определить, как этот голос звучал, слышал ли он его как наяву, либо это был голос, звучащий голове и внутренние мысли, ну это очень тяжело, то есть это настолько субъективная оценка человека, находящегося между сном и бодрствованием, что, например, выделить их, ну можно, конечно, теоретически, все можно разделить на огромное количество мелких-мелких дефиниций, но здесь я бы этого не стал делать. То есть скорее всего, на мой взгляд, правильнее было бы рассматривать гипногогические псевдогаллюцинации как частный вариант просто гипногогических галлюцинаций. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте медновоку.нет и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания.